Итак, всем привет, как мы уже догадались с вами, как всегда, Склобоб. И Настя Анимаш. И вот мы начали третью главу, которая называется Мэйнтейнс, но мы её, конечно же, назовём слегка по-своему. Итак, давайте же начнём наши похождения. Ой. А, а мне кажется, это тетя Зоя была. Какая ещё тетя Зоя? Она, наверное, ищет дядю... дядю Джона. Госпиталь никогда не теряет надежды, не разрешает пациентам и посетителям заходить в служебные секции. Необычный персонал или пациенты, входя сюда, рискуют умереть от электрического тока, получить тяжелые ожоги, отравление дыхательных путей или потерю конечностей. Пожалуйста, развернитесь. Да, я говорю тебе. Круто! Спасибо, дорогая тётя, за предупреждение, я могу получить тяжелые ожоги. А где же тётя Зоя? В общем, вообще, любые виды урона, которые только можно получить, я могу, рискую, как бы... А что тут есть? Вода красивая. Но ничего тут нет, к сожалению. Так, а ты, у нас что-то такое... Да нет, это врач. Консьерж! Да, правда, видать, вот... Черт возьми. Вау. Ну, я туда не хочу. А мне кажется, у тебя не будет выбора. Так. Дверь запертая. Ну, ладно, давай тогда сюда. Ванна? Опять какая-то прачечная. Детская ванночка какая-то. Блин, иди отсюда, а. Да, ну что мы здесь должны найти? Ничего там нет. Не знаю, я ничего не понимаю. Так, зачем вы сюда пришли? Я понятия не имею. Что это за баллоны газовые, а? Может, в них надо стрельнуть? Не знаю, давай проверим. Вау. Бум. Вау. Боб, да ты крут. Кто-то орёт, мне кажется, это тётя Зоя. Она ищет, говорит. Дядя Джо, он опять нажрался, где ж ты, сволочь такая? А фонарик-то кончается, господи ты, боже мой. Там огонь. Надеюсь, он не жгётся. Кто-то сказал, псс. Опять? Чтоб его... Ко всем чертям, блин. Какого хрена, блин? Я тут... О, да она... О, ты ещё жив? Я подумал, что ты мёртв. Спасибо, чувак. Я пытался найти для тебя... Найти тебя где-то 13 минут. Не знаю, что случилось, но я счастлив видеть тебя снова. Вздох. Слушай, я знаю, ты её видишь. Она от тебя чего-то хочет. Кто она? Просто... Да, да. Просто будь осторожным. Остальная часть зала завалена камнями. Дай мне подумать. А, да, вернись назад, в прачечную. Если я не ошибаюсь, за третьей стиральной машиной должен быть вентиляционный сапун. Сходи, проверь. Круто. Ага, но, как я помню, мы там были, и там не было никаких вентиляционных сапунов, как он изволил выразиться. Тебе птички не нужны? Нет, конечно. Так, ну сейчас, боюсь, мы встретим тетю Зою. А дядя Джона-то она не нашла, наверное, всё-таки. Опять Люся где-то бродит. Сволочь такая. Так, это явно собутельник дядя Джона. Ну, он как бы особая опасность не приставок, говорит, да, 30 рублей на водку, ствари. Да не было здесь, но ты же помнишь, и здесь была стена. Бри. Ну ладно, давай. Че я не могу туда залезть, самое интересное? Че происходит-то, а? А, нет, могу. Так, но вентиляция полузатопленная. Ой. Это, это всего лишь сожжённый труп, не бойся. Ну он просто так флипнул неожиданно. Да, ещё со звуком скрипа двери. Так, бы ищите с них, кто-то ломится в вентиляции. Так, надеюсь, у нас сейчас не свалится опять, покатится так по горочке какой-нибудь труп. Или ещё хуже, какой-нибудь мутант. Ну не мутант. Какая-нибудь тетя Люся. Нет, тетя Зоя, надеюсь, мы не увидим тетя Зою. Значит, мы слышали, как она кричала, она говорит, дядя Джон, ты где, сволота такая-то, бродишь, сволочь, опять. Так, вау, это что, туалет, я так понимаю, да? Правильно понимаешь. Че? Так резко открывается эта дверь. Никого нет. Ну, лучше бы оно так и оставалось, поэтому давай закроем эту дверь. Да. Так, а тут уже, наверное, дядя Джон был. Смотрите, как его тут пропоносило жестоко. Кто-то смеётся, да, я понимаю. Это, наверное... Это, наверное... Так, а вот ещё с бутыльники дяди Джона. Слушай, я не могу понять, почему в больнице так много решёток. Ой, заклинило, и света нет теперь. Охренеть. Не, зачем я нажал, а? Зачем я нажал, а? Ой, ты видел? Люсь, подожди меня, я знаю, ты как бы не очень хочешь со мной общаться. Нам сейчас реально... Мы хотим попросить прощения за куклу. Да, если я найду ещё... О, смотри, впервые я нашёл что-то в этих пластилиновых коробках. Хой, пластилины. Картонных, хой. Тьфу, 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 тьфу. Полки у нас свалились. Так, давай вердим фонарь. И пойдём. Всё-таки тут не СЦП, моргать можно. Меня что-то ударило. Что это было? И на сей раз я уверен, что это был не глюк, а хитрость разработчика. Так, смотри, у нас есть такие фаеры, или как они называются. Не знаю, ну короче, их кидаешь виши, они делают светик. О, предохранитель. А могу я узнать, куда его надо вставить? А, вот тут есть. Как бы хреновые предохранители. Ну? А, может он вместо других. Видишь, у каждого своё место. Так, ну значит здесь где-то должны быть ещё. Ещё пара. Сколько нам ещё надо? Ещё две штучки, да? Ага, вот ещё один. Так, пошли, вставим. Так, ещё один, замечательно. А, вот и он. Так, ну это что-то слишком легко было, значит сейчас нас напугает. За лёгкость. Ага, ещё надо нажать перезапуск. И где свет? Нет. Генератор должен. Давай в Google забьёмся. Ох, ура. Так, работает. Трясется, что капец. Работает едва ли. Так, ты здесь уже был. Ты думаешь, тебе надо вернуться обратно? Да, это. А вот собутыльник. О, я смотрю. Из местного отделения полиции, явно товарищ наш. Уедет Джона, везде свои связи. Да, то есть он влиятельный человек оказывается, но я не знаю, куда он делся, только друзей его видно. Так, чё-то представитель местной полиции оказался очень сильным. То есть охранные ворота открываются, пожалуйста, подождите. Кого подождать? Новых зомби? Да, хороший вопрос. Так, чё-то дверь приоткрытая. Это неспроста явно. А тут закрыто, да? На, да, как всегда. Всегда идём в обход, да? Ух ты. Она открывается в дверь с вами. Логика. А за дверь-то ничего нет. Так, стой, зарядим фонарь. Завиш, как бы фонарь куда лучше светит, чем... Меня чё-то ударило, твою мать. Да что тебя столько ударяет? Не знаю, но мой фонарь теперь хреново работает. Это всё проделки Люси. Это Люси, она так и норовит сломать мой фонарик. Так, что тут... Так, что тут фонарь никак не отглючит? Тут кто-то есть. А я на лестницу залезу. О, фонарь работает нормально. Ху. Так, давай спустим всё обратно. Видите, у нас любят бить из птичка. Собутыльник дядя Джона, да что ж такое, как вас много-то, а? Так, ну ладно. Такое чувство, что дядя Джона пил совсем, всем, всем, всем городом. С представителями местной власти он, как бы, решил стопочку. Это ты его? Нет, конечно. Так, давай передвинем аптечку. Так, отличный способ измерить... А, ну мы туда... Или, мне кажется, вода? Ну ладно, давай попробуем. И там ещё что-то горит? Это я кинул эту штучку. Так, боюсь, нам не зазря дают эти флайеры. Мне кажется, наш фонарик либо скоро выйдет якобы из строя, либо... Ещё чего хуже. Мы вообще без него останемся. Ну как бы он либо будет мелькать так, как какашка, либо... Либо он вообще отключится. Но мне кажется, больше подходит первый вариант. Так, ну тут... Тут мы лезем по каким-то трубам, всё непонятно куда. Просто какая-то мега больница. Да, блин, всё бы было отлично, если бы... Фонарик. Чё ты делаешь-то, фонарик? А ну выключи его, чтобы он зарядился. Смотри, у него зарядка. Хоп. И всё хорошо. Вот почему во Фрейд оф Монстрс так не было, а? Так светло. Смотри, мы оказались за этой решёткой. Вижу, наша аптечка. Ага. Так, это, конечно, херена, но куда это нас приведёт? Вау. Опять какая-то канала? Да, напоминай мне заряжать этот фонарик, который иногда забываю. Надеюсь, пловцов среди друзей дяди Джона не было. Да. Но там явно кто-то внизу, кто-то там из них пловец. Ауч. Ну да ладно. Тихо. Ну там кто-то в воде колбасится, я тебе отвечаю. Так, за бутыльники дяди Джона. Ой. Откуда это его так... А, это просто вода плёгкается, я думал в ней кто-то плёгкается. Охренеть, а куда это вот это вот, вот это вот вылезло? Так он купался. Включил кипяток, и всё. Да, то есть никогда не перегревайте воду. Здоровее будешь. Люся, Люся, да сколько же можно. Да. Как считайте, что это вообще за помещение, похоже на какой-то... Это душевая, душевая комната. Опять с бутыльники, да что же с вами делать-то, а ну... Прям напасть-то какая. А ты больно бьёшься, а? Тебе вон кислород, да маска, у тебя в отрезвитель надо, тварь такая, а ты тут блиншастая, стоишь бомжатина. Из-за тебя дверь ещё не открывается, блин. Так, что тут у нас, это мусор всё, да? М-м, так же... Уча так светло, охереть, спорим, щас всё отключится. Спорим, отключится. Люсенька. А, нам не страшно. Мы привыкли уже. Ай, Люсенька любит переворачивать шкаф. Отключать свет, когда он просто был, даже не знаю, как сказать, просто жестоко, очень ярким, даже слишком ярким, хотя такого... И бить из-под тишка, вот так вот. Да, неизвестно откуда. Так, тут у нас явно бывшиеся бутыльники тоже валяются. Ну... Люся! Ой, смотри, блин, опять замедленное действие, я бы эту сволочь догнал топором бы по спине, так проехался. Ох, было бы хорошо. Так, это что, нам подсказка идти туда? Это подсказка, то что я не могу ничего делать, кроме как идти вперёд, ты знаешь. Угу. Люся тоже как томограф притягивает. Нет, серьёзно, я не могу убить, я не могу. А, херня. Так, теперь уже давай проверим тут всё так, с бутыльниками. Так, ну и все равно уже кто-то, это самое, как сказать, деактивировал. Может быть, это тот самый доктор, который с нами связывает в этом? это он хотя не знаю а открылась может быть и так че тут опять слишком светло хотя не кажется фонарик у меня включён я готов к любым как бы невзгодам а вот мы все это окружались сюда зайти мусорка смешная так сейчас выключится будьте готовы похоже что этот врач единственный а опять не относится к семье люси да это единственное адекватный человек голубоватый свет это к этой медсестра было ибо матрас так смешно подпрыгивает а нам что сюда а я вот так вот будут ходить я упал я у суда надо было а у меня выбора не было сейчас появится сволочек вот тащи спаять так что в последнее время она перестала подсылать к нам своих дядя и тетя нет никого и ничего я был до того края опа дверь то исчезла но это что то ну ладно идем в какие то переделки и лисе опять идем туда но уже и тут нет двери также что такое делать да я угадаю еще не только мне кажется коридор каждый раз меньше становится мне тоже так кажется ли сейчас решила сплющить о господи смотри какой он маленький стал смотри какой он маленький стал и нет нас сейчас раздавит а вот и Люси сволочь такая а все в порядке это опять нас она заглючила стоп готовимся к выключению света нет загрузка и к встрече с развеселыми родственниками и Люси да пожалуй что то дядь Джон не видно с бутыльников он своих только посылает сам боится что не позбухает их где то да а эти ему наверное что то задолжали вот он их и посылает да или он на желание с ними в бутылочку играет о глава 4 операция и так на этом мы заканчиваем эту часть о вертолет смотрите круто и так мы заканчиваем эту часть с вами были скоба вов и настя анимеш всем удачи и пока пока